в обязанности которой, по некоторым данным, не входило следить за чистотой коттеджа. Впрочем, экс-прокурор не уточнил, как ему удалось разбогатеть. Владимир Зубакин продолжает играть роль юриста и прибегает к всевозможным уловкам, чтобы оттянуть судебное разбирательство. Но сегодня этому будет положен конец, как убедился наш корреспондент Антон Талпа. Это раньше он выдвигал обвинения и просил назначить наказание. Теперь же в суде экс-прокурор Владимир Зубакин по ту сторону закона. Его обвиняют в получении взяток и мошенничестве. В арсенале следователи основательные доказательства. В распоряжении Зубакина лишь юридическая сноровка. Бывший сотрудник надзорного ведомства пытается затянуть процесс. Сыпет ходатайствами и, как перчатки, меняет адвокатов. На этот раз терпение судей закончилось. И это слушание, на нем рассматривают продление ареста, станет определяющим. Кстати, все время, пока идет разбирательство, Зубакин стоит на своем, ни в чем не признается. Я вину не признаю, а что касается закона и незакона, как я могу предвосхищать решение суда? В деле Владимира Зубакина 12 томов. На этих страницах обстоятельства нескольких случаев мошенничества, два эпизода получения взятки, есть и злоупотребление служебными полномочиями. Судей обвинения представляет целая коллегия юристов. Соперник ведь серьезный сам, бывший прокурор города. Впрочем, доказательств достаточно уверены следователи. В пользу того, что Зубакин не честна руку, говорят и эти кадры оперативной съемки. Сразу стоит сказать, официальный годовой доход обвиняемого полтора миллиона рублей. А этот двухэтажный особняк в элитном поселке обошелся, как говорят риэлторы, в 40 миллионов. То есть копить на жилплощадь Зубакину пришлось бы четверть века. Внутри бассейн, баня, дом для прислуги, две веранды, гараж на несколько машин, библиотека, оружейная комната. Экс-прокурор любил охоту. Внутренняя отделка из дорогих материалов, убранство помпезное. В одной из комнат оперативники нашли десятки ювелирных украшений, колье и кольца. Большинство из них женские. У дома припаркован квадроцикл. На нем, скорее всего, и передвигался по владениям хозяин. Ведь площадь участка почти 2000 квадратных метров. Собранные по делу доказательства дали основания для предъявления ему обвинения, получения взяток, также в совершении мошенничества с подлинным служебным положением, имевшего место в период занятия указанной должности. На своем посту Зубакин успел привести 8 лет, а пришел на службу простым следователем. Затем взлет по карьерной лестнице. Заместитель прокурора в Саратовской области. После дослужился до главного обвинителя в Энгельсе. Задержали Зубакина летом прошлого года. Незадолго до того он уволился. Как считают сыщики, преступная биография экс-советника юстиции началась в 2012 году. Именно тогда его впервые заподозрили в нарушениях закона. Начал, как говорят следователи, с покровительства коммерсантов разваливал за деньги уголовные дела. Но он о чем закончен Зубакин, станет ясно после приговора. Антон Талп и Дмитрий Сальников, НТВ.